всем привет мы с мужем приехали в одно прекрасное местечко и до самого конца эта поездка висела буквально на волоске потому что за несколько дней до поездки заболел муж а накануне за день до с температуры из школы вернулся наш сын и я все время думала что придется все отменить но ко дню икс муж набрался сил у ребенка температура прошла и поэтому план сработал и нам удалось сюда приехать и я естественно планировала что буду записывать для вас какое-то видео здесь буду показывать и даже придумала концепцию о том что я это покажу как романтическое путешествие какое-то наше покажу красоты природные архитектурные здесь но когда сюда приехала и увидела как здесь красиво и хорошо я подумала что нет наверное я не буду ничего снимать чтобы мои подписчики не подумали что я хвастаюсь у меня сейчас такой серьезный какой-то идет загон я не хочу ни в каких соцсетях хвастаться своей жизнью потому что я понимаю что вот в частности в ютюбе в основном моя аудитория это девчонки которые либо только столкнулись диагнозом рак молочной железы либо сейчас лечатся либо находится уже слава богу в ремиссии или не находятся в ремиссии в общем и вам интересно больше смотреть какие-то темы касающиеся онкологии чем темы которые касаются различных путешествий и другого лайфстайла но с другой стороны когда я долго ничего не выкладываю на ютюбе у меня под видео от старыми моими видео начинают появляться комментарии здравствуйте она еще жива а что случилось с этой девушкой все ли у нее в порядке отзовитесь как у вас что у вас я понимаю что совсем пропадать мне нельзя потому что девчонки которые диагнозе им важно видеть что человек который пролечился вот у него было все в порядке важно чтобы я время от времени появлялась для того чтобы показывать что у меня по-прежнему все в порядке и так как моя жизнь очень сильно изменилась в том числе благодаря каким-то неблагоприятным обстоятельствам и я теперь живу в мексике и это моя жизнь и все это прекрасно и красиво это то что меня сейчас здесь окружает я решила что я что-то буду вам показывать и договорившись таким образом с собой и с вами соответственно я приглашаю вас полюбоваться вместе со мной на потрясающую пресноводную лагуну бакалар которая находится в 3 часах езды от нашего города мексики озеро бакалар расположено недалеко от границы мексики и белиза местные жители называют его лагуной семи цветов потому что из-за разницы глубин вода здесь может иметь одновременно 7 различных оттенков синего голубого и бирюзового и так для начала небольшой рум-тур у нас такое небольшого бунгало кровать с балдахином сейчас нам раскрою ставни у нас приватная терраса можно выходить и купаться в лагуне территории нашего отеля есть храм дизайн которого как говорят наши знакомые вдохновлен видениями которые приходят людям на его вкладки показываю храм вот такая потрясающе красивая статуя женщины стоит перед храмом вот такой многоуровневый и очень чудной храм ничего общего с религией какого-то с каким-то божеством здесь нет то есть это храм где проводятся различные мероприятия концерты саунд-хиллинги церемонии айавазки буфа камбы в общем всей этой вот натуральной медицины называют ее в мексике так вот как раз висят коврики после вчерашнего саунд-хиллинга смотрите какая ваш это первый уровень храма здесь такие столы то есть даже можно что-то здесь покушать идем дальше здесь можно рассматривать буквально каждую деталь вот ради интереса покажу уборную храме вот пожалуйста стен нет окон нет такое просто огромное местечко очень красивая к тому же здесь тоже можно наверное скупаться а это мы поднялись на самую вершину этого храма уже выше джунглей и отсюда открывается вот такой потрясающий вид на лагуну а мы будем смотреть закат над джунглями вот нам сегодня езжать такое туманное утро в таких поездках мы с мужем не составляем для себя никакой программы то есть мы приезжаем чтобы ничего не делать или дело только то чего очень хочется поэтому никаких экскурсий никаких там выборов ресторанов баров шопинга ничего то есть мы едим там где ближе всего и проще всего чаще всего не выходим за территорию отеля и просто отдыхаем болтаем валяемся купаемся можем поплавать на каяке посмотреть на звезды иногда берем с собой немножко травки можем покурить и посмотреть на звезды опять же но никакой активной программы у нас на такие путешествия никогда нет наша поездка подошла к концу и мы спешим домой к детям уже возвращаемся домой по единственной трассе которая проходит через весь полуостров и катан и большую часть а вот так вдоль дороги стоят люди Почему я так взяли? Продается. Не знаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова